Меня зовут Андрей Черепанов. Я предлагаю, помимо той презентации, которая есть, предыдущему оратору посмотреть на наше типовое решение альтообразования, в которое я являюсь релиз-менеджером. Кроме этого, я являюсь релиз-менеджером нашего нового продукта, альт-платформа. И тема моего доклада будет как раз и возможность использования этого продукта как основа IT-инфраструктуры ВУЗа. Прежде всего, хочется сказать, что этот продукт возник не на пустом месте. Мы его не делали там судорожно в течение нескольких месяцев. Мы его разрабатываем на протяжении более чем 20 лет для того, чтобы обеспечить нашу непосредственную сборку наших собственных проектов и сопровождение нашего основного продукта, репозитория CZIF, который поддерживают мейн-трейнеры более трех сотен человек, не только из России, но и из других стран мира, не только из компаний Bazalt SPO, но прежде всего из других компаний. И что нужно для того, чтобы сделать хороший, качественный репозиторий, а не брать из других репозиторий, накручивать свои обои и получать дистрибутивы. Для этого прежде всего необходима воспроизводимая сборка. У нас эта технология, эта программа называется хэшер. Прежде всего она позволяет собрать пакет таким образом, чтобы все необходимое было ему предоставлено. Собирается он без наличия сети, собирается он в изолированном окружении, то есть только те пакеты, которые вы заранее предусмотрели для него, указали в зависимости, только те будут поставлены в эту изолированную среду. И если этих пакетов будет недостаточно, если сама программа сборки и начинает лезть в интернет, у вас просто этот пакет не соберется. Безусловно, есть всевозможные рецепты, как это дело исправить. Это и вендоринг, и прочие технологии. Но при этом пакет, который собирается у мейнтейнера, и который потом собирается в нашей репозитории, он может быть также пересобран любым другим человеком, который может использовать пакетную базу из того же репозитория, где собирался этот пакет. Вторая технология, которая у нас есть, это сборка из тегов абстримного гид-репозитория, гир. Многие наши коллеги по цеху, например, в Федоре, они берут торболы, засовывают их в непонятное место, эти торболы архивы, грубо говоря, они получают хэш-сумы, которые скармливаются потом программе сборки, и из спеков, патчей, и этих торболов, которые лежат неизвестно где, неизвестно кем контролируются, неизвестно как могут подменяться, собирается пакет. У нас другая тема. Так как у нас не слишком много людей в сообществе Altlinux Team, мы делаем более технологическое решение, мы просто берем, клонируем гид-репозиторий, добавляем в отдельную ветку спеки, правила для сборки из абстримных тегов, возможно, патчи, какие-то изменения, в том числе они могут быть с гид-репозиториями сделаны. И из вот этого гид-репозитория, гир-репозитория уже, можно одной командой собрать пакет. Там собирается SRC, SPM, RPM из гид-репозитория, из тега, плюс патчи, плюс то, что написано в гир-рулс. И SRC, RPM прогоняется через хэшер изолированную среду, и таким образом собирается уже в репозитории. У нас большая часть пакетов собирается через эту технологию. Когда в сборочнице собирается пакет, он проверяется технологией Sisyphus Check. Это очень строгие правила. Там, допустим, нельзя просто взять и поместить файл в опт. Система не даст этого сделать. Или какие-нибудь эльфники, которые там, исполняемые файлы, поместить в user share. Тоже как бы запрещено. И много других правил. Не всегда эти технологии работают во зло, то есть являются ограничивающими. Иногда они просто правят, например, тест-топ-файлы, исключая оттуда ненужные параметры, ну типа encoding, например, в десктоп-файлах. Кроме этого, у нас очень жесткий контроль зависимости. Мы смотрим, чтобы в любой момент времени при сборке любого пакета, после этого, до этого, после этого, и вообще всегда репозиторий оставался консистентным. Это значит, что все зависимости в этом репозитории могут быть разрешены. Не бывает такого, что поставив пакет из репозитория, подключая весь этот репозиторий, естественно, целиком, вы получаете какие-то битые зависимости, так называемые анметы. Соответственно, для этого используются технологии проверки. Во-первых, генерируются у нас зависимости автоматически. То есть в подавляющем большинстве случаев эти зависимости являются правильными. Ну иногда там паразитарные зависимости приходят, их нужно исправлять. Но эти правильные зависимости, они говорят о том, что код, который используется, и которым явно автор не предусмотрел зависимость, а он в коде используется, эта зависимость, она будет все равно автоматически установлена для этот пакет, и, соответственно, необходимый пакет будет подтащен по зависимости. Соответственно, сетверсии — это такая технология, когда для библиотек формируется не просто название с сунеймами, но и формируется такой большой хэш. Вы можете почитать доклады Турбина Алексея, которые были на этих конференциях ранее. У меня есть это в списке используемой литературы. И как раз эта возможность предполагает, что мы контролируем не только зависимости пакетов в виде имен библиотек, но и контролируем обе этих библиотек. Ну и, собственно говоря, для того, когда мы подразумеваем полностью репозиторию, мы сформировали, он у нас консистентный, такой хороший, нам необходимо сделать решение. Эти решения мы делаем с помощью еще одной технологии MkImageProfiles, которая предполагает, что профили дистрибутивов, которые создаются, они состоят из множества make-файлов взаимоувязанных, и достаточно легко делать, прямо из одного гид-репозитория можно сделать тот или иной дистрибутив. На базе вот этих всех технологий, которые я указал, мы создали продукт, который называется Alt-Platforma. Это продукт, который используют, как я уже говорил, наши технологии, которые на протяжении 20 лет мы отлаживали. На базе этих инструментов можно сделать свой собственный дистрибутив. Кроме этого, можно держать зеркало, которое будет состоять из репозитория, из ваших собственных пакетов, которые можно поместить в репозиторий, и сторонних пакетов, которые, допустим, к проприетарным мы по лицензиям не можем получить, тот же CryptoPro или драйвера принтеров, или прочее что-то. И этот репозиторий можно дальше раздавать, я уже потом, чуть попозже скажу, непосредственно для обновления операционных систем в вашей сети, чтобы не каждая конкретная машина ходила, а могла бы обновляться централизованно. Ну и этот продукт входит в реестр цифры под номер 21540, является отечественным продуктом. Состоит он, соответственно, из дистрибутива, его можно скачать у нас на сайте. В этом дистрибутиве есть альтератор Mirror, который позволяет вам сделать зеркало нашего стабильного репозитория. Туда входит Heysher, Gear, MKImageProfiles, все те технологии, которые позволяют в командной строке, я дальше это покажу очень быстро, потому что времени немного осталось, сделать непосредственно продукт в виде дистрибутива вашего собственного. Ну, собственно, веб-интерфейс альтератора, привычный, да, это альтератор Mirror. Соответственно, дальше будет несколько черных экранов, здесь вы вряд ли что-то увидите, но там реально происходит сборка через GearHasher, потом можете посмотреть, вон на YouTube лучше трансляция. Собираем пакет, запускаем сборку дистрибутива, через некоторое время, вот здесь, через 10 минут у нас получается Rescue, свежесобранный на базе, на базе тех пакетов, которые есть в дистрибутиве, и которые вы собрали ранее. Ну и ради чего все это делается, ради чего я все это рассказываю на этой конференции? Мне кажется, что эта технология будет крайне интересна для использования в IT-инфраструктурах в вузах. Прежде всего, для целей обучения, потому что технологии, сборки, программного обеспечения, технологии там, вообще сборки, и использование своих собственных репозиториев, они актуальны, особенно если используются новые технологии, ну как, достаточно новые технологии, типа ГИД, возможность создавать свой собственный специализированный дистрибутив на базе вуза, альт-платформа предполагает, что вы можете бесплатно создавать свой собственный дистрибутив, если вы делаете это под лицензией GPL V2, ну или V3 там, в общем GPL. Если вы это делаете, окей, у нас нет никаких вопросов, вы можете спокойно это делать, даже без уведомления нас. Ну естественно, если вы хотите техподдержку, кроме канала, где я обычно нахожусь, то тогда вы можете уже договориться уже с нашим отделом образования. Использование единой базы программного обеспечения, включая наш репозиторий, который консистент, как я уже сказал, так и сторонних компонентов, или ваших пакетов, или пакетов, которые вы взяли откуда-то и сами будете дальше их сопровождать. Обеспечивается гарантированная совместимость программных продуктов с операционными системами альт. Тут можно сказать в обратную сторону, если мы говорим, что криптопро работает на альте, оно наверняка будет работать на вашем дистрибутиве. Ну и использование этого репозитория предполагает централизованное обновление ОСАЛЬТ или вашего дистрибутива в рамках вуза. Спасибо за внимание. Андрюш, спасибо за рассказ. У меня, честно говоря, вот когда ты говорил про применимость, на фоне предыдущего доклада возникли противоречивые ощущения. То есть если людям сложно освоить готовый дистрибутив образования, известны вопросы и проблемы на местности, не только к нам в принципе, то следующую мета-стадию, а именно формирование собственных дистрибутивов, формирование требований к ним и возможности что-то делать, оно так сложнее. Тем, кто сомневается, скажу так, известен дистрибутив ULinux, который был подготовлен сперва для сельской девочки, по-моему, младшеклассницы, одним из ребят из нашего сообщества, а потом ее это настолько зацепило, заинтересовало, что барышня продолжила, девочка собственная, даже не барышня еще, продолжила шама его, так сказать, поэтому то, что доступно детям не всегда доступно взрослым, но тем не менее дерзнуть, попробовать можно. Не, Миша, ну это... Можно я Миша отвечу? Можно я Миша отвечу? Миша, там про школу говорили, здесь про вузы. Вопросы будут еще? Вопросов будет больше, дети умнее в детстве. Миша, улара. Потому что насчет того, что любая девочка там все это самое... Любая я не говорил. Ну даже не любая, потому что для того, чтобы это применять в школе, извините, это нужно проходить все эти самые регистрации, там все такое, поэтому не нужно говорить про все это самое. Там все на самом деле гораздо сложнее. Алексей, здесь самая большая проблема это отсутствие у нас вменяемой документации по большей части этого стека. И устаревалась документация по этому, пожалуйста, ведущейся. Документация это есть. Тем, кто задает вопрос, они будут разговаривать. Проблема совсем не в этом. Проблема в том, что для того, чтобы это официально применять, нужна значительная степень того, что никакая девочка не сделает, потому что это связано с бюрократическими процедурами. Точно. Андрей, скажите, пожалуйста, в состав продукта входит ли какое-то обучение тем волшебным инструментам, о которых сейчас ишла речь? Потому что, если вообразить себя человеком, который даже в общем в теме Linux, но базальт-альт видит второй раз в жизни, все эти красные буквы в вашем докладе, они ничего не говорят. Хотелось бы этому научиться. Входит ли в состав продукта обучение хотя бы за деньги? Во-первых, туда входит документация. Ну, понятно, мы в реестр запускали, поэтому там достаточно объемная документация по сборке именно альт-специфик. У нас такая документация есть, она делается, она документирована. Далее, наш отдел образования готовится к тому, чтобы сделать курсы по использованию этого. Потому что курсов по сборке подальт, не говорю про дистрибутивы, просто пакетов подальт, крайне не хватает, мы прекрасно об этом знаем и мы готовимся к этому. Отдел образования не хотите получить мне эту задачу? Мы это обсудим в кулуарах. Давайте, Шигорий номер два. Вопрос такой. Я как бы очень давно не использовал эту систему, поэтому я так понимаю, из-за того, что началась дискуссия по первому вопросу, там что-то изменилось. И вопрос по этому изменению. Это правда, что теперь получается не может школьник взять и просто собрать? Ему нужны какие-то бюрократические процедуры проходить. Если он, допустим, хочет сделать проект, вот как у меня делал школьник, я хочу свою ось, где там будут всякие библиотеки для игр, вайн и все остальное, назову ее там моя игровая ось и быстренько ее собрать на этом. Сейчас такое возможно или уже нет? Всегда было возможно. Бюрократические процедуры. Это всегда было возможно. Никаких бюрократических процедур не было. Было незнание. Это всегда было возможно. До того момента, пока вы не занимались внедрением этого дела. Все, точка. Когда вы занимаетесь внедрением этого дела, то начинается процедура. Да все. Это уже про меня.